1 августа в рамках большого обмена между Западом и Путиным на свободе оказалось большое количество российских политзаключенных. А в Россию вернулись шпионы, киллеры и мошенники, которых Владимир Путин встречал лично в аэропорту вместе с Кремлевским полком, вместе с оркестром, вместе с Краснодорожкой и большим количеством журналистов. Путин лично обнимал каждого прилетевшего шпиона, Путин пообещал представить их всех в госнаграде и вел себя довольно тепло по отношению к ним, к некоторым, очевидно, испытывая какие-то личные симпатии, вроде того, как он поздоровался с Вадимом Красиковым, с киллером словами «здорова». Поговорим о тех, кто вернулся сейчас в Россию, кого Путин так хотел вернуть в рамках этого обмена вместе с расследователем, главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Роман, привет! Скажи, пожалуйста, первый вопрос к тебе, как человек, который много пишет про вот этих вот самых шпионов и злодеев, та встреча, которую вчера Кремль организовал для этих людей в аэропорту, она тебя удивила, поразила, или ты считал, что так и будет, вот такой парад встреч с убийцами, киллерами и мошенниками? Ну, она, конечно, должна такого нескушенного наблюдателя действительно поразить и ужаснуть, но поскольку мы понимаем контекст, ужасаться уже как-то поздно. Мы слышали до этого, как Путин рассказывал о киллере, у которого руки по локоть просто в крови Красикове, о том, что это настоящий патриот и герой, тогда, когда он, собственно, и говорил о том, что надо его обменять на Гершковича. То есть уже было понятно его отношение, и можно было догадаться, что будут этого киллера встречать на красной дорожке с кремлевским полком. Так что в этом смысле это неудивительно, но все равно, конечно, это вызывает определенные эмоции, потому что я был свидетелем по делу Красикова. Я помню, как я стоял в суде, смотрел в глаза этому убийцу, которого сажали на пожизненный срок, причем сажали за одно последнее убийство Хангашвили, но я разговаривал с братом убитого, с Александром Козловым, братом убитого в России предпринимателя в городе Костомукша, который брат этот обходил просто все инстанции, следственный комитет требовал, добивался справедливости, чтобы убийцу нашли, осудили и посадили. И несмотря на то, что Красикова попался буквально на следующий день после убийства, никто его тогда не посадил, он убил еще одного предпринимателя потом в Москве, и вот потом только уже отправился в Берлин. И это, кстати, вот эти три последних убийства, о которых мы пишем в своих статьях, это далеко не все. То есть, я думаю, что, ну, как минимум, еще несколько, мы даже одно из них конкретно знаем, еще несколько убийств на его счету. Так что это, по сути, серийный киллер, да? И вот его встречают с букетом цветов, с кремлевским полком, лично президент. Это, конечно, в этом есть свой кровавый символизм. Скажи, пожалуйста, вчера появилась также публикация Bild, не знаю, сколько можно доверять, но со ссылкой на немецкий правоохранительный, о том, что Красиков так близок к Путину, потому что он по его личным поручениям выполнял и причастен чуть ли не к убийству Анатолия Собчака. Ты веришь в то, что Красиков действительно как-то очень близок к Путину и является буквально исполнителем каких-то грязных делишек по приказу Кремля? Ну, то, что он близок к Путину, мы, собственно, об этом и писали в своем расследовании, когда мы просто открыли личность Красикова. Мы поговорили с его родственниками, которые рассказали, что в таких приватных разговорах Красиков им рассказывал, что действительно лично знаком с Путиным, стрелял с ним когда-то в тире. И это вполне возможно, что они, может быть, не очень близко были знакомы, но как минимум виделись и общались, потому что именно Путин открывал Центр специальных назначений ФСБ, где в Вымпеле служил Красиков. И вообще Путину близки эти спецслужбы. И если уж Путин поручает кому-то из Вымпела отправиться убивать своего какого-то врага, то, скорее всего, Путин лично будет знать этого человека. Мы знаем, например, что он лично знает и, скажем, Мишкина с Чапигой, и вручал им Орден Героя России. И я думаю, что все, кто исполняет его какие-то прямые указания, а убийство за рубежом, это понятное дело, не могут лично с Путиным не согласовываться. Я думаю, что Путин и знает лично исполнителей. Так что это его способ поощрить тех, кто исполнил его приказы, вот эта встреча на ковровой дорожке. И это способ показать всем остальным, кто ради Путина совершает убийство, то, что Путин будет относиться к ним как к своим самым близким товарищам, будет обниматься и говорить им здорово. Но при этом, я думаю, что... Бильд при этом газета «Желтая» типа о российской комсомольской правде, то есть они там просто пишут все, что им в голову придет, поэтому они сюда привязали еще и смерть Собчака, называя ее убийство. Но вот это уже, я думаю, как полная чушь. И если подозревать что-то в смерти Собчака и подозревать убийство, то это может быть только какое-нибудь отравление. И к отравлениям Красико никак не может быть причастен. Все свои убийства он совершил из пистолета, причем очень характерным способом, как правило, используя при этом велосипед. Так что у него есть свой характерный почерк, и, конечно, никто бы ему не поручал бы никакие отравления, не может иметь никакого отношения. Да и вообще нет серьезных оснований считать, что Собчак был убит. Роман, скажи, пожалуйста, вот мы видим про Красикова, Клюшин и Красиков, наверное, два самых известных были таких российских шпионов и людей, связанных с российскими спецслужбами, которые одержались в тюрьмах на Западе. Про остальных известно меньше. И если почитать описание, которое, в частности, там, инсайдер выкатил с кратким профайлом каждого из задержанных шпионов, которых обменяли, остается впечатление, что это просто люди, которые там собирали информацию, следили, шпионили, в крови не замешаны, но являются агентами спецслужб российских. Насколько вообще рассекречивание их, арест и дальнейшая выдача вообще частые истории? Насколько удается проворачивать такое и выявлять российских шпионов в странах Запада? Потому что в этом обмене не только Америка и Германия. Мы знаем, что из Польши, из Норвегии, из Словении в этом обмене участвовали российские шпионы, которых тоже выдали. Насколько это частая практика? Это довольно редкая практика, она в последнее время участилась естественным образом, потому что эти шпионы стали намного более активно себя вести. Их просто стало больше, и они стали участвовать в больших операциях, соответственно, стали чаще ловить, и обменов стало больше. Ну и просто интерес к России, понимание угрозы России после полномасштабного вторжения существенно выросло. То есть если, скажем, такие страны, как Польша, Балтийские страны, ну в целом, наверное, Британия, США более или менее понимали, чем Россия занимается, и вообще кто такие русские шпионы, то в странах типа Австрии, Болгарии, на Балканах, в Западной и Южной Европе смотрели на это сквозь пальцы, на то, что больше половины посольства занимают шпионы, которые чем-то там сами занимаются. В общем, это никого особо не интересовало. Ну как бы шпионят и шпионят, нам не мешают, и пусть себе шпионят. И сейчас отношение изменилось, потому что эти люди теперь занимаются убийствами, диверсиями, взрывами, срывают Олимпиады, травят местных бизнесменов, взрывают военные склады. Ну вот взять, например, Чехию, Болгарию, да, которые там действительно больше половины посольства, причем гигантские были посольства, были просто напичканы шпионами, делали все, что хотели, никто на это внимание не обращал. Вообще отношение к России было и в Чехии, и в Болгарии максимально положительное. В Европе, ну после того, как эти шпионы стали взрывать военные склады на их территории, ну, конечно, это повлияло и на общественное мнение, и на отношения спецслужб. Их просто стали пачками, десятками депортировать, кого поймают, и арестовывать, и обменивать. Здесь, вот в том списке, который мы опубликовали, есть довольно интересные персонажи, в узких кругах довольно известные. Например, Пабло Гонзалес, он же Павел Рубцов, когда он был арестован, он изображал себя журналистом. И когда он был арестован, поднялся крик среди некоторых журналистских ассоциаций и прочих, которые говорили о том, что, посмотрите, западные спецслужбы репрессируют западных журналистов. Что это за беспредел? И хотя мы там, многие говорили, что вообще-то это сотрудники ГРУ, они говорили, ну, это еще не доказано, и давайте не будем верить западным спецслужбам на слово, и вообще, давайте вызволять и бороться за нашего журналиста. Я лично присутствовал на одной такой встрече с главой какой-то ассоциации, большой журналист, какой-то профсоюз европейских журналистов, что я не помню, называется, где он... Тоже лично присутствовал репортеры без границ. Репортеры без границ, я помню, что активно выступали за его освобождение. Да? Ну вот, значит, даже не одна такая ассоциация, а несколько. И при том, что... Почему еще интересный персонаж, что он пытался еще втереться в доверие к Жанне Немцовой, и потом, когда его арестовали, нашли у него кучу отчетов про деятельность Жанны Немцова, про деятельность летней школы журналистики, как и других ассоциаций. То есть, как бы все доказательства были с самого начала. Я с самого, кстати, Жанна разговаривала, она говорила, что ей сразу было понятно, что это очень мутный тип. И, в общем, что все было сшито белыми нитками. И тем не менее, до последнего момента поднимался вот такой крик, и теперь уже Россия, по сути, признала в том, что это ГРУшный агент, потому что она его обменяла. Какие еще нужны доказательства? Стала бы она менять просто какого-то непонятного испанского Пабло Гонсалеса. Так что это интересные развороты для многих неожиданные. А некоторые товарищи были совсем неизвестными, такие как славянские нелегалы Артема и Анна Дульцевы. Но они интересны именно потому, что это показывает, во-первых, моду с операнди, как вообще эти нелегалы работают в Европе. Вообще нелегалы – это штучные товары, в них инвестируют по 10-15 лет в том, чтобы их внедрять. Причем из этих 15 лет, пока они внедряются, много лет они вообще ничем не занимаются. То есть они просто живут обычной жизнью, потому что им не позволено, собственно, шпионей. Они должны сначала внедряться. И вот только через десяток лет они начинают заниматься именно какой-то уже конкретной шпионской деятельностью. То есть это очень затратно, очень долго, и такие шпионы считаются самыми большими специалистами. Поэтому вычислять их – это особенно ценно. И вот тот факт, что они стали нелегалы, стали чаще попадаться – это очень интересно и необычно. Помимо Дульцевых еще норвежский… А пока ты не перешел дальше, про Дульцевых. Песков час назад вышел с заявлением о том, что сказал, что дети этих Дульцевых шпионов узнали только во время обмена в Анкаре, что их родители русские. То есть они не знали русский язык и не знали, что их родители российские шпионы. То есть Песков говорит, почему Путин поздоровался с детьми на испанском, потому что дети искренне верили, что их родители действительно… По-моему, аргентинцами они представлялись, но никак не российские шпионы. Это буквально всю жизнь жили в обмане, как в сериале «Американцы». Да, сериал «Американцы» действительно списывался с реалий. Правда, хотя там действия происходят в Советском Союзе, консультировались с современными российскими шпионами, из того поколения, из которого Анна Чапман и прочее. Но практики не изменились с того момента. Действительно, такие парочки до сих пор существуют. И они бывают очень разные. Вот в случае, например, с тем же Пабло Гонсалесом, он как раз-таки не скрывал, что у него есть русское происхождение, и он такой полунелегал. То есть у него действительно кто-то из родственников был с фамилией Гонсалес, поэтому он взял фамилию родственников, то есть у него были какие-то корни. То есть они идут по простой схеме. А вот эти дульцевые – это такая вот самая-самая классическая схема полного внедрения, принятия совершенно новых личностей. Там все должно быть очень хорошо законспирировано. Но для того, чтобы это делать профессионально, нужно быть большими профессионалами. А вот с этим сейчас в российских спецслужбах проблема. Именно поэтому их сейчас стали ловить чаще, они делают очень глупые ошибки. Когда мы стали, например, их проверять, мы обнаружили, что там много всяких неловкостей, они там лайкают страницы друг друга в тех местах, где вообще эти страницы не должны были иметь друг друга отношения. Или там светятся на фотографиях с часами, по которым тоже можно определить их настоящую личность. В общем, там многих всяких вещей, где даже мы как бы не профессионалы, а такие расследователи-любители с Христа. Если мы даже можем их находить, то я уж думаю, западные спецслужбы и подавно могут. Роман, тогда последний вопрос к тебе про этих шпионов, точнее про их будущее, про тех, кого обменял Владимир Путин. Мы видели разные модели поведения. Кого-то делали звездами телевидения, как пытались Чапман, как Бутину пристраивают в Госдуму. Некоторые, как Виктор Бут, который был предыдущим знаменем российской пропаганды, становятся депутатом Ульяновского Заксобрания. Вот с этой партией новых шпионов, которые вернулись в Россию, после того, как были рассекречены и осуждены на Западе, какое их будущее ждет, на твой взгляд? Они будут публичны или их спрячут максимально от прессы? Как будет себя вести российская власть? Я, конечно, мечтаю, чтобы Красиковы сделали депутатом Госдумы, и чтобы они там сформировали свою фракцию киллера России, куда вошел бы знаменитый парламентарий Дилимханов, куда вошел бы член Солнцевской ОПГ, он же депутат Госдумы, скотч, куда, естественно, надо обязательно ставить и отравителя Литвиненко-Лугового, тоже депутата Госдумы, то есть они могут уже сформировать довольно крупную, влиятельную фракцию, лоббировать законопроекты о возвращении смертной казни, например, или даже в несудебных приговорах. Я думаю, кстати, эта фракция будет одна из самых больших, потому что БУД тоже, в принципе, мог бы там поучаствовать как торговец оружием, там много кто найдется, и это, кстати, будет одна из таких настоящих искренних фракций, потому что все остальные притворяются и что-то из себя там изображают, каких-то демократов или еще кого-то, всякие там новые люди и прочее, а здесь люди бы действительно отражали бы свои собственные интересы, интересы себе подобных, и мне было бы интересно это посмотреть. А что касается вот нелегалов, возвращающихся, то их ждет просто пенсия, потому что их использовать никак больше нельзя, они сгорели, но эта пенсия может быть разной, то есть мы видели, например, в случае с грузниками из 29155, которым тоже уже нельзя ездить, их пристроили, например, в администрацию президента, всякие дальновосточные округа, они теперь официальные, там, инспектора или как это называется, и, ну, то есть вот буквально недавно эти люди ездили с новичком, отравили гебриво, взрывали военные склады, а теперь они же под собственными минами, с теми же вот лицами, не скрывая этих лиц, да, выступают на официальных всяких заседаниях по поводу, там, развития дальневосточного округа, так что я думаю, что что-то подобное может и вот этих вернувшихся жуликов, убийц и шпионов ждать. Расследователь Роман Доброхотов, самый настоящий специалист по российским спецслужбам, был у нас в гостях, Рома, спасибо. Друзья, поддерживайте инсайдер, поддерживайте расследование, которое делает Доброхотов и команда, и помогайте распространять информацию, которую публикуют журналисты-расследователи. Как видите, довольно важную работу они делают, и в частности, этот обмен, в рамках которого наши друзья, политзаключенные, оказались на свободе, стал возможен в том числе благодаря журналистам-расследователям, которые разоблачали российских шпионов на Западе, помогали их арестовывать и доказывали их причастность к российским спецслужбам для того, чтобы этот обмен состоялся. Это важно, поэтому поддерживайте, пожалуйста, инсайдер и важные истории, и проект, и ФБК, и всех, кто занимается разоблачениями. Это канал «Популярная политика», здесь будем говорить правду и дальше. Спасибо, что нас поддерживаете, ваши лайки, комментарии очень сильно нам помогают, поэтому, пожалуйста, не забудьте их оставить прямо сейчас, если этого не сделали до сих пор. Меня зовут Руслан Шевенинов, в описании все самые нужные ссылки. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok